Новости на канале СТВ, в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. В Беларуси продолжается подготовка к парламентским выборам. Накануне в республике началось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания. Право выдвигать своих претендентов на места в парламенте имеют политические партии, трудовые коллективы и граждане путем сбора подписей. Политические партии вправе выдвинуть своих кандидатов во все 110 избирательных округов по одному в каждой. Претендентов на депутатское кресло определяют высшие партийные органы. Сборщикам нужно получить не менее тысячи подписей избирателей, проживающих на территории округа, по которому выдвигается предполагаемый кандидат. Выдвижение продлится по 13 августа включительно. Регистрация претендентов на место в парламенте пройдет с 14 по 23 августа. Затем в Беларуси стартует агитационная кампания. Основной день выборов 23 сентября. Роботизированный самосвал БелАЗ признан лучшим промышленным проектом на Инопроме 2012. Крупнейшая инновационная выставка России проходит в Екатеринбурге. Уникальность машины в дистанционном управлении. Он может работать в регионах, где не хватает рабочих или в карьерах с вредными условиями. Машина выдерживает широчайший температурный диапазон от минус 50 до плюс 50 градусов. Грузоподъемность ее до 136 тонн. В перспективе на предприятии планируют создать интеллектуальный карьер. Оборудование здесь будет полностью подчинено единому диспетчерскому центру, расположенному на расстоянии до 1000 километров от рудника. Это позволит не только исключить человеческий фактор, но и существенно увеличить производительность. Уборочная продолжается в Беларуси. В поля выйдут почти 12 тысяч комбайнов. В этом году парк пополнили свыше 700 новых машин. Заработают и новые отечественные зерносушилки. При большой влажности они способны переработать суточный намолот за 32 часа. В ближайшие дни планируется завершить строительство ряда новых объектов для обработки и хранения зерна. Прогнозы специалистов – весьма оптимистичный хлеб на полях лучше прошлогоднего. И теперь главное – убрать его быстро, качественно и без потерь. Ливни и сильный ветер обрушились накануне на Молдову. Без электроэнергии остались более ста населенных пунктов. Один человек погиб от удара молнии. Кроме того, в различных населенных пунктах было повалено более полусотни деревьев, повреждены крыши десятков частных домов, социальных учреждений. Специальные бригады продолжают ликвидировать последствия. В Польше также устраняют последствия мощного торнадо. Разрушены десятки домов, погиб один человек. Еще не менее десяти получили различные травмы. На дорогах поваленные деревья, в некоторых населенных пунктах нет электричества. На улицах работают спасатели. По словам специалистов, полностью устранить последствия торнадо удастся лишь к концу недели. Унаружен самый разыскиваемый в мире нацистский преступник. В ходе расследования было установлено, что 97-летний Ладислаус Чатари живет у себя на родине в Венгрии. Его след потеряли 15 лет назад, когда он бежал из Канады. А в годы Второй мировой Чатари был начальником полиции в еврейском гетто. По свидетельствам очевидцев, он издевался над узниками. А также был одним из организаторов депортации тысяч евреев в концлагерь Асвенцим. После войны Чатари судили заочно в Чехословакии и приговорили к смертной казни. Теперь его дело будет рассматривать венгерская прокуратура. Горящие проводы устроили госсекретарю США в Египте. Кортеж, в котором Хилари Клинтон направлялась в аэропорт, закидали помидорами. Высокопоставленные гости и ее сопровождение не пострадали. Зато досталось египетским чиновникам. И некоторым из них томаты угодили прямо в лицо. Гость-секретарь США встречалась в Александрии с новым президентом страны Мухаммедом Мурси. Во время ее визита проходили массовые акции протеста. Люди выступают против вмешательства Вашингтона в политику страны. В Стамбуле обрушилась эстакада. ЧП произошло на строящемся участке дороги. Под завалами погиб рабочий, еще двое госпитализированные. Однако жертв могло быть гораздо больше. Огромные бетонные пролеты упали рядом с проезжей частью оживленного шоссе. Причины инцидента выясняют. Талантливая актриса театра и кино, народная актриса СССР и Украины Ада Роговцева отмечает юбилей. Изначально она планировала стать журналисткой, но подруги уговорили поступать театральной. 35 лет актриса проработала в труппе Киевского драматического театра. Создала на сцене незабываемые женские образы. Одну из завидных ролей сыграла в знаменитой пьесе Леонида Зорина «Варшавская мелодия». Зрители хорошо помнят героинь, которых сыграла Ада Роговцева в фильмах «Укращение огня» и «Вечный зов». За большие творческие заслуги Роговцева награждена множеством наград. Она герой Украины, а в 2008 году актриса стала почетной киевлянкой. Имена победителей конкурса исполнители эстрадной песни назовут сегодня в фестивальном Витебске. По итогам двух дней вокальных состязаний лидером стал представитель из Македонии. На втором месте Латвии третий стала певица из Украины. Белорус Евгений Славич занял седьмое место. В нынешнем году в конкурсе принимали участие 20 исполнителей из 20 стран. Жюри возглавил народный артист России Максим Дунаевский. Сегодня участникам вручат призы и премии. Обладатель Гран-при получит 15 тысяч долларов. Тем временем юным вокалистам только предстоит выйти на сцену Славянского базара. Сегодня же откроется десятый международный детский музыкальный конкурс. За победу поспорят 20 юных дарований из 17 стран. Две белорусские Евгения Клепицкая и Лиза Муравьева выступят под пятым и семнадцатым номерами. Обе девочки-менчанки и, несмотря на совсем юный возраст, лауреаты многочисленных фестивалей. Сегодня же на Славянском базаре День Украины. Гостей фестивального города ждет большой концерт. На сцену летнего амфитеатра выйдут как молодые исполнители, так и настоящие мэтры эстрады. Белорусские абитуриенты штурмуют вузы. Сегодня высшее учебное заведение второго потока начнут прием документов. Он продлится до 25 июля. Всего запланировано принять около 90 тысяч человек. А частные вузы прибавят в количестве студентов дневного отделения около 6 тысяч. В последние годы растет число желающих попасть на специальности технического, строительного, технологического профилей и информационных технологий. Есть и суперсовременные, в том числе в сфере нано- и биотехнологий, космической индустрии и других инновационных областях. Нынешняя кампания проходит максимально прозрачно. Все данные помогают обрабатывать электронная система. Тех, кто уже определился с будущей профессией, ждут в приемных комиссиях. Мы следим за информацией. Заходите на наш сайт tv.by, звоните и делитесь своими новостями под телефоном горячей линии 290-6600 или 1-600-700. Всего доброго и до встречи в 13.30. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!